Доброе утро, Ульяновцы! Привет, вся Ульяновская область! Ну что ж, на календаре 28 октября и сегодня отмечаем День бабушек и дедушек. Но вообще, несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире существует еще и такой вот праздник, который в настоящее время отмечается более чем в 30 государствах мира, в том числе и в России. А его цель – показать старшему поколению важность и значимость их для внуков. Выбрана эта дата не случайно, ведь именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались осенние деды. Праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения. Ну, интересно, что в России еще отдельно также отмечается День бабушек 26 мая и День дедушек 22 января. А вот, например, в Соединенных Штатах Америки 23 июля отмечают Национальный день Великолепной бабушки. Отдельный праздник бабушек есть и в Германии. Там его отмечают во второе воскресенье октября. В 2021 году это 10 октября. Главная традиция праздника следует из его истории. Так, 28 октября принято дарить своим бабушкам и дедушкам комнатные цветы в кашпо. Причем многие выбирают растения со смыслом. Например, гибискус как символ процветания и долголетия. Или герань как символ финансового благополучия и стабильности. Ну, можно подарить и цветы от партнера программы салона «Цветы и штучки». Вот у нас они всегда украшают наш прекрасный зал, хотел сказать, студию. Неожиданное настроение у Екатерины, кстати, да. Сегодня, этим утром для вас в студии работает Екатерина Терещенкова. И, по-моему, уже даже не работают, а просто радуются утру. Владимир Гаврилов. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Питание по сезону. Специалисты рассказали, какие продукты лучше всего употреблять в преддверии зимы. В октябре сезон местных фруктов постепенно заканчивается. И на первый план выходят осенне-зимние ягоды. Брусника, клюква, облепиха, боершник, бузина, шиповник и калина. Все они обладают целебными свойствами. Содержат много полезных веществ, которые помогут укрепить организм перед холодами. По сути, это живые витамины. Недаром их многие столетия использовали в медицине. Одна из топовых ягод октября – калина. Свою ярко-красную окраску она приобретает в августе-сентябре. Однако в это время плоды, говорят специалисты, слишком еще сильно горчат. Так что свой окончательный вкус и сладость они набирают после первых заморозков. Ягоды калины – настоящий кладезь витаминов. В них содержится почти весь спектр. А, В1, В2, В5, В9, Е, К и, конечно, огромное количество витамина С. Примерно в два раза больше, чем в лимоне. Но всего лишь 100 грамм калины способны закрыть суточную норму на 119%. Ассортимент микро- и макроэлементов тоже очень разнообразный. Например, в калине много бора, который улучшает работу мозга, укрепляет кости и помогает сердцу. Продолжим разговор о сезонных ягодах и их пользе завтра. А сейчас слово передаем экспертам нашей традиционной рубрики ЗОЖ. Доброе утро. Меня зовут Денисова Екатерина. Я тренер групповых программ и персональный тренер фитнес-клуба. Сегодня я покажу вам гимнастику для глаз. Эти упражнения подойдут для тех, кто часто сидит за компьютером. Первое упражнение. Будем сжимать глаза и максимально их раскрывать. Покажу. Сжимаем и максимально широко открываем. Делаем это упражнение 5-8 раз. Следующее упражнение. Глаза очень часто будут хлопать, моргать. Показываю. Очень часто моргаем глазами. Сделаем это примерно на протяжении 30 секунд-минуты. Следующее упражнение. Для этого нам понадобится рука. Будем следить за своим пальцем, не поворачивая головы. То есть смотрим, уводим только глаза в сторону. Голова должна остаться на месте. Вытягиваем перед собой руку. Любой палец поднимаем наверх. И уводим палец в сторону. Только глаза уходят в сторону. Возвращаем в центр. То же самое делаем в другую сторону. И возвращаем в центр. Это упражнение повторяем примерно 13-15 раз в одну и в другую сторону. Следующее упражнение. Все то же самое мы будем делать. Следить за кончиком своего пальца. Только поднимать глаза вниз и наверх. Также голова на одной линии без наклона. Только глаза будут опускаться и подниматься. Покажу. Рука перед собой. Поднимаем руку наверх. Глаза максимально наверх. И опускаем в центр. Опускаем руку вниз. И возвращаем в центр. Повторяем это 13-15 раз. И переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение. Соединяем все четыре точки. Все то же самое. Голова неподвижна. Работают только глаза. Возвращаемся в центр. Начинаем с центра. И в сторону. Наверх. В сторону. И вниз. Продолжаем. В сторону. Наверх. В сторону. И вниз. Повторяем это упражнение 5-8 раз. И в конце можно сделать небольшой массаж глаз. Закрываем глаза. Два пальца соединяем. И круговыми движениями будем массировать наши глаза. Закрываем. Навеки. И небольшими круговыми движениями. Расслабляем глаза. И снимаем с них напряжение. Делаем это примерно 30 секунд- минуту. И продолжаем работать. Всем хорошего дня. Смотрим нас завтра. Завтра вас ждет интервальная тренировка. Полторы тысячи жителей Ульяновской области улучшат жилищные условия за счет бюджета. Региональное правительство отобрило проект бюджета на 2022 год. Доходы составят почти 73 миллиарда, а расходы 78 миллиардов. Документ остается социально ориентированным. Более 70% расходов пойдут на социальную сферу. На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Ульяновской области в следующем году направят более полутора миллиардов рублей. При этом увеличится финансирование и на переселение граждан из аварийного жилья. Таким образом, до конца 2023 года свои жилищные условия улучшат 1446 жителей Ульяновской области. В проекте бюджета предусмотрели финансы и на обеспечение квартирами детей-сирот, улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, работников бюджетной отрасли, IT-организаций и авиастроительного комплекса. Кроме того, будут выделяться средства на достройку проблемных объектов. Также регион получит деньги на развитие жилых микрорайонов по программе «Стимул». Благодаря этому в Ульяновске завершат возведение детского сада по улице Шигаева на 160 мест и построят 5 дорог, а в Димитровграде 2. Выполнят техническое присоединение многоквартирных домов к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. О главном рубрика с таким названием продолжит эфир. Достойный уровень медицины, чистый воздух, безопасные дороги, комфортное жилье. Решение задач, важных для всех и каждого, главная цель нацпроектов. Ульяновская область принимает участие в 11 национальных проектах. Финансовая база на 2021 год по всем направлениям около 12 миллиардов рублей. Семь из которых средства, выделенные федеральной казной. Кассовое исполнение составило 62%. Это более 8,5 миллиардов рублей из 13,9 миллиардов рублей. Это лучше, чем год назад и выше средних значений по России и Приволжскому федеральному округу. На 1 октября уже заключено более 1300 контрактов. Но есть сферы, отстающие от графика в плане освоения бюджета. За два месяца, оставшихся до конца года, деньги необходимо вложить в проекты. Насколько мне известно, у нас есть ряд проектов, по которым процедуры еще не завершены. Напомню, что по поручению Михаила Владимировича Мишустина, все неосвоенные и не законтактованные до 1 декабря денежные средства по нацпроектам будут перечислены в резервный фонд правительства Российской Федерации. Самой проблемной сферой оказалось здравоохранение. Критическое положение обуславливается пандемией. А вот у культуры ситуация лучше. Хоть и не все задуманное удается выполнить в срок. На сегодняшний день у нас остается пока еще незаконченными капитальные ремонты в детских школах искусств. Но мы эти процедуры тоже завершаем. Вы знаете, да, о том, что в детской школе искусств номер 10 с не очень добросовестным подрядчиком сложилась сложная ситуация. В новом Лаклинской школе контракт также был продлен. Хорошие показатели в нацпроекте – безопасные и качественные дороги. Главная задача до 2024 года – привести в нормативное состояние 50% региональных и 85% дорог ульяновской городской агломерации. Для этого на 2021 год у нас запланированного ремонта более 160 километров дорог. Это порядка 59 объектов. В настоящее время мы находимся на финишной прямой. Общий процент готовности составляет порядка 95%. Практически весь объем по асфальтовым работам у нас завершен. И в настоящее время подрядная организация заканчивает работу по обустройству, укреплению обочин, установке дополнительных мероприятий по безопасности дорожного движения и оформлению исполнительной документации. Что общего между дорогой и медициной? Человеческая жизнь. По программе «Безопасные и качественные дороги» в Ульяновской области клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступило новое оборудование для оперирования, в том числе людей, пострадавших в ДТП и оказание экстренной помощи в противошоковом блоке. Очень внимательные и обходительные люди. И как-то относятся они с душой к людям. Вот я не слышал, чтобы на кого-то там кричали, кричали, ну что-то там, наворот, больные иногда. Ну психуют, представляете, боли ужасные, сильные. Вячеславу Ивановичу есть чем сравнивать. Недуг беспокоит его многие годы. В этот раз мужчина попал в БСМП с диабетической ногой. Не мог ходить. Через месяц терапии стало легче, но до сих пор пациент под строгим наблюдением врачей. Сейчас ничего не болит? Нет. Ну все, сегодня выписываем домой. Внимание уделить нужно всем. Ничего не упустить, вовремя оказать помощь. Не потерять заветных минут, а порой и секунд. Сюда поступают с тяжелыми травмами, в том числе и пострадавшие после ДТП. Доставить такого больного от приемного отделения до противошокового блока медики должны менее чем за 30 секунд. Если раньше мы оказывали помощь 420 тысяч человек, которые проживают здесь, то плюс к этому прибавилось и в обережье это еще 200 тысяч. Соответственно нагрузка возросла как минимум в полтора раза. Работают на пределе возможностей не только в ковидных госпиталях. Вывозить тяжело не только людям из строя, порой выходит и техника. Потерянное время может стоить жизни. Поэтому старое оборудование заменили новым. Облегчив работу медикам и увеличив возможность сохранить здоровье пациентов, находящихся даже в самом критическом состоянии. 7 миллионов рублей на портативный УЗИ-аппарат, видеоларингоскоп, наркозно-дыхательный и рентгеновский аппарат. Результативность работы увеличилась. Неоспоримый факт, отмечают медики. Смертность от дорожных транспортных происшествий, тяжелосочетные травмы у нас ежегодно снижается в нашем лечебном учреждении. Мы стараемся все-таки забирать всех пациентов из районных больниц. Забирают и спасают, применяя все ресурсы, человеческие и технические. За этот год врачам больницы удалось успешно провести более 13 тысяч операций. Зафиксирован всплеск интереса россиян к дальним поездкам. Агрегаторы начали фиксировать это еще тогда, когда вести о грядущей нерабочей неделе были только слухами. И это несмотря на призывы медиков и властей оставаться дома. Ну, так, по данным одного сервиса по бронированию авиабилетов, к выходным общее число запросов показывало прирост в 30%. Лидерами по числу запросов стали Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и Калининград. Среди тех, кто искал авиабилеты за границу, примерно 10% приходится на Турцию и по 2% на Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Спрос на перелеты по России в нерабочие дни вырос в полтора раза. При этом, например, москвичи ищут возможность уехать из города гораздо активнее жителей других регионов. По данным аналитиков, среди тех, кто оформил авиабилеты на даты с 29 октября по 7 ноября, 88% планируют путешествия по России, а 12% отправятся за рубеж. Так, власти Сочи объявили, что ожидают максимальную загрузку курорта в ноябрьские выходные, совпадающие с объявленными нерабочими днями. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Капайгородский, предполагается, что санатории будут заполнены на 90%, а отели на 75%. Вот так рванули отдыхать. Но в Ассоциации туроператоров России ждут, что если к нерабочим дням не прибавится полноценный локдаун, продажи путевок будут расти в первую очередь в Турцию и Египет. Но в Роспотребнадзоре напомнили, что россиянам рекомендовано в период нерабочих дней по возможности оставаться дома. Если избежать поездок не получается, то нужно использовать маски, антисептики, избегать мест массового скопления людей. Ну, передвигаться по городу Роспотребнадзор советует на такси, а рубрика «Это интересно» продолжит эфир. Эта выставка для юной художницы Арины Алиуловой уже вторая по счету. Персональная, премьерная состоялась еще в 2019-м под названием «А плюс А». Тогда в детском музейном центре она представляла свои работы вместе с Арсением Пятницыным. Сегодня на выставке Арины можно увидеть ее работы разной жанровой направленности. Я люблю писать натюрморты, пейзажи, также людей иногда. Я люблю проводить разные техники – акварель, гуашь, акрил, пастель. Но больше всего у меня любимая техника – акварель. Выпускница детской школы искусств девочка занимается рисованием с самого раннего возраста. Увлеченная живописью, она вдохновила и маму заниматься творчеством. Люблю природу, гиперреализм, цветы люблю. Меня это вдохновляет. А главное вдохновение – это семья. Любовь Алиулова вспоминает. Писать картины мечтала еще в детстве. Но реализовать мечту получилось только сейчас. Чем больше я пишу картины, тем больше я углубляюсь в это. И тем больше мне начинает это нравиться. Горизонты растут, требования от себя тоже растут. Хочется картины писать все ярче, интереснее, глубже. У Любови и Арины Алиуловых настоящее семейное творчество. Мама и дочь вместе пишут картины, отправляются на пленеры, а сегодня выставляют свои работы на совместной выставке. Познакомиться с произведениями Алиуловых можно в детском музейном центре. Выставка будет работать до 11 января. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73. Картину дня дополняют региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Вороной медицине доверяю, потому что вариант в других, собственно говоря, нет, и считаю, да, делать надо сразу обе, потому что если на ковид еще наложится и грипп, это будет вдвойне плохо. Осознанный подход, путь к здоровью Денис Штылев без опасений пошел на прививку как от ковида, так и от гриппа. Решительных мало. В обществе поползли тревожные слухи. Много побочек, непроверенная практика. Ранее зарубежные российские эксперты утверждали, между прививками должно пройти минимум две недели. Сначала необходимо сделать полный курс иммунизации от коронавируса и только потом вакцинироваться от гриппа. Сейчас все изменилось, и теперь два укола можно делать сразу. Проводились клинические исследования про возможность параллельного использования вакцины против гриппа и против коронавируса. Я знал, еще полгода назад потихоньку в научных изданиях всплывала информация. Доказано, вреда от соединения двух вакцин для человека нет. Наоборот, это мощнейшая защита от возможных осложнений. Ведь если на ковид наложится грипп, последствия будут куда хуже. И на изучение нового штамма уйдет больше времени. После любой вакцины может быть повышение температур. И это нормально. Это ответ иммунитета. Поэтому этого не нужно пугаться. Как в том мультике. Бегемот, который боялся. Поэтому без страха, доверяя врачам, ульяновцы подставляют плечи. Важное условие двойной вакцинации укол нужно делать в разные части тела. Подбираются специальные дозы, и сами прививки создаются так, чтобы не подавляли свойства друг друга, а наоборот, усиливали эффект. Решилось. Что будет, то будет. Хорошо. Спасибо, что сразу сделали две прививки. Желающих много. У медиков в специализированных пунктах увеличился рабочий день. Вместо четырех теперь людей принимают шесть часов подряд. Тяжело, но сил хватает, признаются врачи. Хватило бы вакцины. Все это время фиксировался дефицит препаратов. Сейчас этот вопрос постепенно решается. Здесь, в специальной комнате, где соблюдается температурный режим, хранится новый транш препарата от гриппа для детей. Для взрослых этот препарат тоже есть. Его завезли чуть раньше. 156 тысяч доз препарата для детских поликлиник. По учреждениям и в пункты вакцинации ампулы развозят постепенно. Для хранения прививок необходимы специальные условия. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. По-другому. В кабинете Любови Яшковой особая аура – неповторимая химия. У всех восприятие разное. То есть кто-то прочитал и все запомнил. Кому-то рассказали, он тоже все запомнил. А кому-то нужно ручками что-то сделать, чтобы запомнить. После того, как ребенок опыт уже сделал, он запомнит его. На всю оставшуюся жизнь. Вот они как раз. Ох, красавица. Это что? Да и сама Любовь Михайловна из категории запоминающихся педагогов. Тех, которые от Бога и на всю жизнь. В профильные классы 42-й – общеобразовательный, который ведет, съезжаются школьники не только за Волжского района, со всего города. Не менее 75% выпускников успешно преодолевают ЕГЭ-припоны и поступают в престижные вузы страны. Дети помладше, побывав на химических мастер-классах, заносят заслуженного учителя России в ранг волшебников. Учительница начальной школы подошла ко мне и смеется. Говорит, дети мне сказали, что эта тетя, наверное, очень хорошо живет. Я говорю, не поняла. Никогда такое бы не делали. Молоко делает сама. Вино делает сама. Деньги серебряные тоже получать умеет. Живет хорошо. И наград удостаивается хороших, федерального уровня, а главное – внезапных. На получение престижной премии «Исток» за достижение в развитии естественных наук никаких документов не готовила. Все сделали без нее, так сказать, анонимно. Аналогичный расклад для всех 12 лучших учителей химии со всей России. Был случай, когда женщина вообще поняла, что это розыгрыш, заблокировала все телефоны. До нее весь день пытались дозвониться и сказать ей, что она получает премию. Она не отвечала. По-видимому, уже с органами образования связались. Меж тем, сын Любови Яшковой, Дмитрий, тоже химик. А вот эти шпаргалки и задания для подготовки к ЕГЭ они систематизировали и выпустили вместе. И хотя единые государственные маячат ближе к лету, готовить сани с багажом знаний начали с первых же учебных дней. Это и очные занятия, и химия онлайн. Сама по себе химия интересна и увлекательна, особенно опыт. И особенно практические. Это вообще сказка. Пообщавшись с Любовью Михайловной буквально полчаса, я поняла, что тоже кое-что могу. Итак, что мы имеем? Три пустых вот таких вот стаканчика. Пустые стаканчики. Тоже покажу. И вода. Водичка, прозрачная, все как полагается. Сейчас мы будем ее наливать. Итак, теперь перемешиваем. Перемешиваем наши стаканчики. Быстрыми движениями, так чтобы как-то немножко закусать. Итак, где тот самый, где та самая емкость с водой? Ну вот в середине. В середине? Пожалуйста. Нет. Попробуем вот эти краника. Куда? Чудеса. Настоящая химия. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Соответственно, с 1 по 3 ноября в дошкольных образовательных организациях, в детских садах и в дошкольных группах при школах по потребности родителей законных представителей будет организована работа. То есть работающие родители 1, 2 и 3 ноября могут привезти ребенка в детский сад. Все муниципальные управления образованием оповещены. Вчера и сегодня совместно с органами местного самоуправления мы занимаемся мониторингом вообще потребностей в работе дошкольных образовательных организаций. И здесь я хочу, пользуясь случаем, обратиться к родителям и законным представителям, чтобы действительно по возможности были с детьми дома. А для того, чтобы разобщить детские коллективы, для того, чтобы приостановить вот эту вот цепочку распространения инфекционных заболеваний, хочу обратиться к родителям, что если вот сегодня вы определитесь, то обязательно сообщить об этом воспитателю либо руководителю образовательной организации. Для того, чтобы руководители образовательной организации, а, могли спланировать занятость своих сотрудников и обеспечить бесперебойную работу дошкольных образовательных организаций. И, б, предусмотреть необходимое количество продуктов питания на эти дни, для того, чтобы полноценно ребятишек в эти три дня накормить. Еще в конце 80-х годов прошлого века на Облуково началось возведение легкоатлетического манежа. Начали ударно, но с распадом СССР стройку забросили. Со временем строение перешло в разряд долгостроев-недостроев, в котором пребывает и по сей день, портя своим грозным видом довольно уютный микрорайон на берегу реки. Здесь очень неплохие квартиры. Свеяга рядом, отдыхать можно. Ну, вот это вот, это не знаю даже, как назвать. Ходить мимо страшно. И собаки бывают, и, скорее всего, и криминальные личности. Там и распивают напитки спиртные очень часто, особенно в летнее время. Ну, и не украшают, конечно, нашу, в общем, довольно-таки благоустроенную улицу. Ячмень на глазу. Пожалуй, самый цензурный эпитет, подобранный местными жителями для того, чтобы описать неприятное и опасное соседство с заброшкой. Отчаявшись что-то изменить, местные жители к ржавому острову привыкли. Но, как говорится, надежда умирает последней. Стоит очень долго в таком состоянии, в разваленном, полуразвальном. Всякие истории происходят здесь, слышно. Пройти мимо свияги, там собаки бегают. Ну, как-то хотелось, чтобы... А там и это самое, пенчук полный. Да, явные личности собираются постоянно там. Неприятно, что такой опасный комплекс рядом, там неизвестно, что и как может происходить. Вот, и хорошо, если местные власти этот вопрос решат. Решают. Уже готов проект по развитию микрорайона, в котором не осталось места для ржавой заброшки. На ее месте появится транспортная артерия, ведущая к планируемому новому мосту через свиягу. Строительство нового мостового перехода в створе улиц Шевченко и Смычки позволит разгрузить улицу Минаева, Пушкаревское кольцо, улицу 12 сентября. И также перераспределить потоки транспортных средств за свияжи, северную и историческую часть города. Самое главное – цена вопроса. Над этим как раз и работает специальная оценочная комиссия, которая определит рыночную стоимость аварийного строения, не подлежащего восстановлению. В дальнейшем будет предложено собственнику манежа соглашение с возможностью оплаты по, как еще раз скажу, по рыночной стоимости его изъятия. В случае отказа собственникам подписания данного соглашения администрации города необходимо будет выйти в суд и в судебном порядке изъять данный объект. Кстати, ульяновцы не должны оставаться в стороне от вопросов развития микрорайонов. На сайте профгражданин.рф открыто голосование за проект развития ближнего засвияжья. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Ты входишь в группу риска инфицирования ВИЧ. Сейчас наблюдается активный рост впервые выявленных случаев в возрасте от 30 до 50 лет. Более 80% инфицируются половым путем. Оцени свой риск. Узнай свой ВИЧ-статус. Областной центр профилактики и борьбы со СПИД Ульяновск. Проспект Нариманово, 11. Супер цены в Светофоре. Кофе Якобс 200 грамм 243,90. Свинина на кости охлажденная 1 килограмм 219,90. Во всех магазинах Светофор Ульяновска, Инзы, Барыша, Кузоватова, Чудоклот и Димитровграда. 298 соглашений о темпах роста оплаты труда подписаны в Ульяновской области. За неделю с 11 по 15 октября 119 предприятий выразили готовность увеличить зарплаты сотрудникам. Среди муниципальных образований большинство соглашений заключено администрациями Маинского, Кузоватовского, Барышского и Вишкаемского районов. Уровень повышения зарплат на 15% за год в муниципалитетах будет достигаться поэтапно. В том числе за счет пересмотра в сторону увеличения процента индексации в ранее заключенных соглашениях. Темпы роста средней номинальной зарплаты в Ульяновской области за январь и июль составляют 110,2% к периоду 2020 года. Прирост на 10,2%. Работа по доведению уровня средней зарплаты в Ульяновской области до среднероссийских показателей будет продолжена на системной основе. По данным сайта Гесметио, 28 октября в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью от плюс 2 до плюс 6, днем плюс 5-9 градусов. В городе температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 6-8 выше нуля. Ветер преимущественно западный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров артутного столба. В Ульяновске работает выставка в честь столетия оперного певца Георга Отца. Свободная к посещению выставка «Я люблю тебя, Георг Отц» работает в креативном пространстве «Квартал». Посольство Эстонии выступает организатором выставочного проекта в честь артиста. На выставке в Ульяновске представлены редкие концертные афиши, собранные в период гастрольных выступлений Георга Отца, а также письма поклонниц из разных уголков Советского Союза. Осмотр плакатов и писем сопровождают записи выступлений певца и фрагменты интервью людей, знакомых с артистом. В «Квартале» выставка продлится до 31 октября. Уже с 3 по 21 ноября выставка будет доступна к посещению в Димитровградском креативном пространстве «Горизонт». Тема культуры в нашем утреннем эфире продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. Какое-то время назад я завидовала легких нападемов в будем, которые могут изменить свою жизнь, будучи уже не очень молодыми. Немного кокетничает известная российская писательница Анна Матвеева. Для нее самой, например, в одночасье собраться и приехать на встречу со своими читателями в Ульяновск ничего не стоит, что она и сделала. Встреча – это большая радость. Во-первых, мы сейчас не забалованы в наших условиях, в которых мы живем. Живых встреч очень мало, и каждое такое приглашение – это колоссальный шанс побывать в каком-то новом регионе. Хотя я была в Ульяновске раньше, но каждая поиска сюда – это что-то новое. Ну и на таких встречах всегда есть обратная связь, то есть писатель может получить тоже ответы на какие-то свои вопросы. Уральская литература сегодня на особом счету. На ваш взгляд, основные отличительные черты уральской литературы? Я не нахожу никаких особых черт, и мне кажется, сейчас в принципе российская литература вся на подъеме. Впрочем, к родному Екатеринбургу очень трепетное отношение. После Парижа, я тоже теперь перед Парижем, это мой любимый город. Перевал Дятлова, трагическая и непонятно-мистическая история, случившаяся в 1959 году в горах на севере Свердловской области, с начала нулевых очень волнует литераторов и кинематографистов. Повесть Анны Матвеевой ровно 20 лет назад стала одним из первых литературных переложений. Самое интересное со мной стало происходить после этой книги, спустя много-много лет. Я думаю, что самые интересные вещи случились лет, наверное, 7 назад. Но Перевал Дятлова по-прежнему пользуется успехом, потому что тема сама эта не оставляет никого равнодушным. Мы как-то с ней одновременно друг друга нашли. Я ничего специально никогда не ищу, а она сама приходит. Это было очень давно, давняя-давняя история. Она была написана тогда, когда, в общем, про эту историю достаточно мало кто знал, за пределами Свердловской области. В общем, это была первая попытка такого художественного, назовем это так, переосмысление. Это и вполне реальная история, которая произошла в 1959 году на перевале смерти. Книга входит до сих пор, но почти каждый год ее издаем. Последние годы стали достаточно активны на переводе на иностранные языки. Последний по времени перевод был на латышский. Я хотела, как и все, найти разгадку, но я довольно скоро поняла, что разгадки нет и вряд ли она будет когда-нибудь. Сегодня Анна пишет на другие темы, от бытовых до жизнеописаний известных музыкантов и художников. Заодно редактирует в издательстве своих коллег и не всегда полна оптимизма при этом. Люди разучились писать или рассказывать истории. Очень много. Я просто так получила, что я работаю еще как редактор и периодически появляюсь в жюри каких-то литературных премий. И очень мало интересных книг по-настоящему. То есть идет поиск ради формы, с моей точки зрения, это тупик. Искать надо не начиная с формы. Форма – это важно, но содержание не менее важно. И очень важно увлечь читателей, тем более сейчас, когда людей, читающих, все меньше и меньше. Настоящая литература, она всегда написана на собственной крови, на собственных каких-то драмах, воле и так далее. Побывавший не так давно в Ульяновске с интерпризным спектаклем «Шальные деньги» актер театра и кино Борис Хвашнянский – выученик Питерской театральной школы, хотя работает на телевидении и в кино нынче преимущественно в Москве. Конечно, разница когда-то была совсем очевидна, сейчас я уже в силу привычки так не считаю, потому что есть возможность приспособиться и творчески, и с разных других сторон. Перемещение Питер-Москва меня уже давно не смущает. Я вот все жду наступления часа, когда от этого можно будет или придется устать. Но пока я дорожу теми предложениями, которые есть. В Москве поболи, в Питере существенно меньше, но я всегда с радостью и там тружусь, и там тружусь. Потому что действительно Питер – город очень родной, а Москва какая-то постоянно непостижимая. Москва, конечно, меняется, в отличие от Питера. То есть он просто меняется. Ульяновск для вас больше Ленин или Гончаров? Ну и Ленин, разумеется. Я знаю, где Гончаров проживал. Однако, да, Владимир Ильич. Практически с первого появления на экране Борису Анатольевичу упорно приписывают некоторые сходства с голливудской кинозвездой Робертом Дауни-младшим. С вашей харизмой, с вашей статьей, с вашей внешностью. Вы тоже заметили, что она есть? Есть. Все-таки, может, уже подвинуться к Дауни. Да, слушайте, пусть он выбирается сюда и попробует сместить меня. Это его проблема. Я двигать никого не буду. А попробовать там? Да нет, это не имеет перспективы. Но это не имеет смысла обсуждать. Хотела задать тебе вопрос, любишь ли ты юбки так, как люблю их я. Но не могу тебе, Володя, этого задать. Только нашему режиссеру. Мужчины, в принципе, же могут как-то оценить, что им больше нравится видеть. Юбку или брюки, например. Ну вот как ты думаешь, современная женщина все-таки должна чаще носить юбку или... Не знаю, тут сейчас можно на себя определенный гнев направить, если сказать, что женщина должна ходить в юбке. Нет, в чем хочет, пусть в том и ходит. Честно. Красивее. Но красивее в юбке. Ну, мое личное мнение. А вот модные тенденции нынешнего сезона говорят, что женщина, если хочет надеть юбку, то пусть она будет кожаной. Кожаной? Да, сейчас это самый писк. Ну вот об этом сейчас подробнее в рубрике «Стиль» расскажут наши эксперты. Доброе утро. Это рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. Кожаный тренд давно закрепился в женской моде. Предлагаю сегодня поговорить о кожаных юбках. Юбка из кожи – это настоящая находка для представительниц прекрасного пола, ведь с ее помощью легко дополнить образы разных стилей, делая их эффектнее и выразительнее. Выступая за защиту окружающей среды, дизайнеры предлагают актуальные вариации из искусственной кожи, что, в свою очередь, позволяет создавать неимоверные юбки из лакированной и матовой эко-кожи. Кожаная юбка давно перестала ассоциироваться с дерзким образом. Стильная и лаконичная она может вписываться в офисный лук. Присмотрев себе стильную кожаную юбку-карандаш, стоит первоначально обдумать весь образ целиком и определиться, с чем и как ее комбинировать. Кожаные версии поражают женщин разнообразием коротких и удлиненных моделей. Приталенный фасон на завышенной талии прекрасно будет выглядеть на стройных женщинах, а вот обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на удлиненные кожаные модели, которые лаконично и изящно дополнят силуэт. Комбинируйте юбку-карандаш с легкими блузами или рубашками для офисных сетов и сочетайте с джемперами или свитшотами для casual аутфитов. Прекрасными дополнениями образов с кожаной юбкой будут элегантные туфли и практичные кроссовки в комплектах с пальто, кардиганом или жакетом. Мировые кутюрье усовершенствовали и всеми любимый фасон юбки-плиссе, сделав ее из эко-кожи. В тренде вариации из тонкой и цветной кожи, которые будут выглядеть стильно и актуально. Плиссированная юбка прекрасно гармонирует с любым верхом и туфлями на шпильке, а довершающими элементами лука станут трендовые аксессуары. Модный разрез станет весьма популярным дополнением к различным вариантам кожаных юбок – от коротких до длинных, приталенных или свободного покроя а-силуэта и трапеция. Модный тренд – это разрез на кожаной юбке сбоку, приоткрывающий одну ножку, но также эффектно смотрится модная юбка из кожи с разрезом, дополненным пуговицами или молнией и в стиле на запах. Юбка сочетается не только с кожаной курткой и майкой. Комбинация со свитером, блузкой, футболкой или джинсовой рубашкой будет выглядеть актуально и модно, если правильно подобрать все элементы образа. Трендовым декором для кожаных юбок служат молнии, оборки, пуговицы, заклепки, шнуровка и накладные карманы, которые, кстати, могут быть функциональными или выступать в роли простого украшения. Что касается расцветок юбок из кожи, то внимание заслуживают коричневые, красные, марсала, черные, бежевые, хаки, желтые и металлик. Как вы могли заметить, кожаная юбка – это настоящая палочка-выручалочка в любой непонятной ситуации. Будь то праздник или работа, она поможет сделать образ более интересным и добавит нотку пикантности. Ведь даже простые вещи, вроде белой футболки или базового джемпера, заиграют новыми красками при сочетании с кожаной юбкой, где юбка будет акцентом. Не бойтесь экспериментировать. Будьте разной, смелой, дерзкой, креативной, лаконичной. Это была рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. До новых встреч! Доброе утро! Мы продолжаем и сегодня будем вновь говорить о волонтерах. И не только о волонтерах культуры. Почему? Потому что наш регион может гордиться. Мы вот такие вот молодцы. Наш опыт с удовольствием транслирует на другие регионы. Ну, можем не то чтобы похвастаться, хотя и похвастаться тоже можем. Сейчас обо всем поговорим с нашими утренними гостями. Сегодня в студии у нас Мария Баханок, заведующая отделом внешних связей и коммуникации Ульяновского областного краеведческого музея. И Алена Килина, тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров, управления организацией событийных и международных программ Ассоциаций волонтерских центров. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Мощно-то. Масштабно. Масштабно. Ответственности столько же, сколько слов в регалиях? Да, примерно столько же. Потому что мы работаем в рамках федерального проекта «Социальная активность», нацпроект образования. И это накладывает определенные для нас обязанности быть в максимуме, в масштабе. Тогда немножко прям, может быть, пару слов, что за центр мобильности волонтеров, куда их, я так понимаю, мобильность это же взять, куда-то перевести, перенести, что-то новое и как-то взаимодействовать между, может быть, я не знаю, культурными учреждениями или прям даже регионами? Ну, если вкратце, мы находимся в Ассоциации волонтерских центров. Это крупнейшая организация в России, у нас более 160 членов организации по всем регионам. И в рамках нашей работы мы обеспечиваем реализацию программы мобильности волонтеров. Мы отправляем волонтеров на крупные международные события в России и за рубеж. Это наши опытные ребята, волонтеры по определенным требованиям, критериям, которые подходят к событиям. Службы атташе, сопровождение иностранных делегаций или работы на стадионах. Ну, разного-разного вида творческих, да, волонтерских задач. Мы отправляем их, набираем из числа всех волонтеров, которые хотят подать заявку. И, соответственно, лучшие едут на эти события. Плюс мы также реализуем образовательные стажировки, обучающие программы на территории регионов и на территории ведущих некоммерческих организаций, которым есть чему поделиться с другими организациями, с сотрудниками, которые приезжают забирать опыт и тиражировать его к себе в регион. То есть, таким образом, обмениваем практиками друг с другом. И у них выравнивается знание про волонтерство, про то, как развивать, про какие-то структуры, про самые интересные практики, методики и технологии. Плюс мы отправляем волонтеров на чрезвычайные ситуации, на различные подтопления, либо пожары, лесные пожары, да, совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей. Туда едут подготовленные ребята. Мы обеспечиваем им трансфер, проживание, питание на время того, как они помогают населению в трудных ситуациях. И отправляем людей на пост пропавших детей в трудные зоны. Туда едут тоже профессионалы, туда едут координаторы поисковых групп, выстраивать работу с местным населением так, чтобы это было максимально эффективно, комфортно и быстрее найти детей, спасти жизнь. Вот таким образом мы отправляем, тоже помогаем мобильно переместиться группам по России. И четвертое направление открылось в этом году, последнее завершающее, да, но надеюсь, что будут еще появиться новые. Это экологические направления, экологические смены на территориях заповедников и национальных парках. Туда выезжают эко-волонтеры, помогают, соответственно, сотрудникам этих заповедников. Вот вкратце так. Цель прибытия в Ульяновск, что это будет, что за организованное совместное такое мероприятие, обмениваемся опытом, делимся или вот? Да, и получается так, что на самом деле Ассоциация волонтерских центров проводит конкурс для проведения стажировок. То есть нужно подать заявку, пройти отборочный тур. Мы это все сделали, мы на самом деле дважды подавались, первый раз мы не прошли. Да, это было, мне кажется, весной, мы не смогли пройти. Мы переписали заявку, еще раз перечитали требования, поняли, где наши ошибки. И уже так более дайрокачественно проработали всю программу и отправили. И вот в первых числах сентября, если я не ошибаюсь, нам пришла информация о том, что мы победили в этом конкурсе. И теперь мы примем у себя гостей из 20, наверное, регионов. Потому что 20 участников со всей России. Ну, из самого дальнего это Хабаровский край, Амурская область, если я не ошибаюсь. Вот это гости, которые к нам сегодня приехали и уже сейчас в музей Гончарова обучаются. То есть мы с ними будем делиться именно нашим наработанным опытом. Да. Вот тот опыт, который за два года существования нашего волонтерского центра на базе музея мы наработали, мы смогли Ассоциации волонтерских центров доказать, что мы готовы поделиться. Мы прошли тот путь, наверное, проб и ошибок. Где-то у нас были проблемы, мы неоднократно рассказывали вам об этом. И когда мы выезжали на объекты культурного наследия, мы сталкивались. Мы погрузились в те темы, в которых, возможно, мы не очень тогда разбирались. И вот эта вот история про то, что когда ты входишь, а потом начинаешь, возможно, разбираться, вот это вот мы все со всем этим будем делиться с нашими коллегами. Потому что это в основном работники учреждений культуры, библиотеки, музеи, дома культуры. Те, кто делает, организует, наверное, волонтерские акции и вообще волонтерские центры в сфере культуры. И нашими вот такими основными, наверное, направлениями, с которыми мы будем делиться, это то, с чем мы выигрывали гранты. Это Ульянск, город Рудовой Доблести, сохраним память. Мы расскажем, как мы этот проект выиграли, как мы его реализовывали вместе с волонтерами. Естественно, про объекты культурного наследия, про то, как мы выезжали в районы, обучали сотрудников музеев, а также волонтеров. Вот эти все проекты мы от начала до конца вместе с нашими гостями пройдем. Возможно, кто-то из них возьмет на вооружение и будет внедрять у себя. Мы очень надеемся. Ну, а так мы будем работать шесть дней. Вот сегодня первый день и до субботы включительно. В основном это все будет на базе историко-мемориального центра музея Гончарова. Здесь, рядышком с вами. Но у нас запланировано два выезда. Мы будем выезжать в Кузоватово и в Ундоры. Да, и где будем в Ундорах, мы пройдем, конечно, палеонтологические вот эти раскопки. Вместе с Ильей Михайлович Стеньшином мы все потом вернемся в музей к нему. И будем в лаборатории работать. Все так, как работают волонтеры на базе палеонтологического музея. То есть нужно прям погрузиться в деятельность волонтера, чтобы понять, как и что внедрять. Это вот про то, что когда я начала этим заниматься, помните, поехала в Москву, погрузилась и стала у московских волонтеров спрашивать, ребят, зачем вы вообще ходите в музей, зачем вам надо? И вот тогда стало понятно, для чего это делать. Вот мне кажется, что здесь примерно то же самое. Как раз нужно погрузиться и в волонтерскую деятельность на месте и понять вот те ошибки, с которыми мы сталкивались, когда реализовывали эти проекты. Когда мы поедем в Кузоватово, то там мы будем проходить как раз мастер-классы про резьбу по дереву. Мы это тоже, помните, проводили. Да, и мы хотим тоже это все показать, что это возможно делать. И это интересно. И интересно и с точки зрения волонтерской деятельности, потому что это прям... Ну и вообще это погружение в историю, культуру. Мне вообще кажется, что волонтеры культуры — это такая тема не только про помощь, но и погружение человека, вот как раз то, что я сказала, истории, культуры родного региона. Мы приобщаем к этой теме через добровольчество. Поэтому не просто навязываем приходить в музей, а говорим, давайте вместе с нами знакомьтесь с нашей профессией, давайте вместе с нами реализовывать проекты. Тогда и есть такое какое-то погружение, и интерес вызывает, когда я сам тоже могу в этом принять участие и помочь что-то реализовать. Ну это хорошие... Да, да, да. Наверное, вот это объединение усилий. Человек наконец-то на музей даже смотрит с другой стороны. Потому что, ну, не просто прийти и посмотреть, а принять участие, какой-то свой проект предложить, и оказывается, можно, оказывается, можно реализовать. Я здесь вспоминаю, как высаживали фруктовый, восстанавливали фруктовый сад, и действительно ведь взяли местных жителей, то есть не привезли из Ульяновска, а тех ребят, которые... ряд из них даже не были связаны с музеем никаким образом. Они просто живут в этом селе, и они сказали, а вот здесь, оказывается, был фруктовый сад, а вот здесь вот, оказывается, и они высаживают, и параллельно вы рассказываете историю. Действительно удивительно, да, как обычных людей, которые что-то знали о волонтерстве и в меньшей степени о музее, к этому в процессе, там, за час высаживания погрузились в историю. Да, и при этом добровольчеству вам помогли, действительно. В целом в добровольчестве очень много есть зон роста, очень много, просто бесконечно. Я, когда рассказываю коллегам, ребятам, кто только входит в волонтерскую деятельность, что заходите, у вас есть возможность для вашего карьерного роста, для вашего культурного развития, для взаимодействия с другими людьми, с теми, с кем вы хотите поработать, например, да. Очень часто на волонтерстве можно встретить своего будущего руководителя, да, там, например. Ну, никто не говорит уже про будущих половинок, потому что бесконечное количество историй, да, такого рода. Но, действительно, очень много полезных связей на стажировках. Это вообще огромная кладезь, потому что встречаются люди с одинаковыми ценностями, с одинаковыми идеями, мыслями, проектами, и они привозят свои 20 проектов, во-первых. То есть здесь, в Ульяновске, будет такая, как воркшоп сейчас прямо происходит, да. Они на воркшопе, обмен у них происходит между практиками, и каждый может увести к себе. Я Машу немножко поправлю, они не то, что надеемся, что они внедрят, они, у них не будет возможности не внедрить. Да, потому что у нас стажировка заключается в том, что они проходят всего неделю очно, и шесть месяцев мы их сопровождаем заочно. У нас есть наставник, который из числа также культурных волонтеров, точнее, из руководителей, да, направлений, который будет курировать их, сопровождать во внедрении проектов. Плюс мы с ними будем встречаться в онлайне, узнавать, как у них дела, какие есть трудности. Помогать в случае каких-то трудностей, если что-то нужно. У нас есть административный некоторый ресурс, да, у нас есть и накопленный опыт, плюс коллеги всегда готовы присоединиться своим советом, как реализовать их практики. Ну и вот этот обмен, он налаживает такие, как бы, тонкие связи, но при этом прочные, которые можно потом будет еще продолжать вести. А есть возможность, вот вы сказали, что 20 проектов, да? Но ведь в ходе общения, в ходе общих каких-то мыслей 20 проектов могут вырасти в 30 и в 40? 20 — это минимум, это только то, с чем они сейчас пришли. Они каждый представляет только один свой проект. За ними же много проектов. Они официально представляют один просто на знакомстве сейчас. А в течение стажировки у них будет постоянный обмен, и все, что у них есть, они обязательно накопят. Потом после стажировки у нас формируется каталог практик. То есть все, что будет — 100, 120, 300, сколько получится. Забрать у фонда, забрать у партнеров фонда, у тех же организаторов из муниципалитетов, да? И самих участников мы формируем общий каталог, который будет всем доступен не только участникам стажировки, но и, в принципе, любому желающему, кто хочет развивать свои проекты в сфере культуры. Здорово. То есть они потом это все к себе переносят. И вы говорите, кураторы вот и помогают в этом разобраться, да? То есть это есть общий какой-то чат, или все просто нацелены на вас? То есть вот возник вопрос, а как развить эту практику у себя? И они к вам непосредственно... У нас есть общий чат. Куратор, наставник, он курирует, сопровождает ребят, чтобы они могли приземлить практики к себе. Потому что здесь одна реальность, да, там, поддерживает государство, например, хорошо, да, поддерживает ресурсный центр. И все налажено уже, все готово. Ничего не нужно менять, ничего не нужно еще там дорабатывать, улучшать, и пусть все сохранится в том виде, в котором сейчас есть. Потому что вот музей Гончарова, да, это один из таких кейсов, которые вот можно брать к себе в регион, забирать, говорить своему органу власти, вот смотрите, как у них все это выстраивает, да, и как их поддерживают снизу, и как поддерживает сама организация, на базе которой они находятся. То есть все вот эти связи, ну, это тоже важный, да, момент. И волонтеры их любят, да, то есть тоже важно. Можно забирать и увозить. И вот такие практики тихонечку, кейсами, кейсами можно отправлять к себе. А все с удовольствием делятся практиками? Или кто-то может сказать, не, не хочу. Вот моя практика, вот я буду ее у себя культивировать, а вам не дам. Ну, смотрите, сюда проходят только люди через те, которые едут делиться. Те, кто едут забирать. У них большой конкурс, на эту стажировку было более 450 заявок. Вот, соответственно, они прошли этапы отбора, тестирование, интервьюирование с каждым отдельно. Ну, и, соответственно, потом еще такой сетчатый отбор, да, точечно уже конкретно, кто проходит на стажировку в основной состав, кто-то из резерва добавился, да, там в последний момент. А знакомство можно проскочить? Проскочить? По связям не пройти, вообще никак, вот, потому что у нас есть специально обученные рекрутеры, которые ни в коем случае не будут знакомы с этим человеком, сто процентов, поэтому все так. А если говорим о волонтере, можно какой-то вот средний, как средняя температура по больнице, средний портрет? И 35 работает в музее, или вот действительно они настолько студенты, старшее поколение, вот какой он волонтер? В целом, если брать по России и во всех направлениях, ну, в основном это женщина, да, 70 примерно процентов женщин у нас в волонтерстве. Если брать гендер по возрасту, ей в районе 26 лет, 4-6, где-то так. Ну, что у нас есть и старшее поколение, есть и школьники, да, в среднем где-то вот так. Ну, естественно, большая часть это студенческая аудитория. Много серебряных добровольцев, и их количество растет с каждым годом, вот, потому что они узнают друг у друга о том, что это классно, это дает возможности. Ну, а на стажировках все-таки возраст постарше, то есть средняя на стажировках будет в районе 34-5 лет, потому что все-таки едут руководители, едут кураторы команд, организаторы, да, сотрудники организации, либо представители органов исполнительной власти, которые курируют добровольчество. И это все-таки люди постарше уже здесь. Здорово, ну, продуктивной вам работой, ждем толстый такой. Ждем с результатами в гости, да. Конечно. Ну, а что, начали, надо будет завершать. Результатами поделиться придется. Телезрителям напомню, этим утром у нас в гостях была Мария Баханок, заведующая отделом внешних связей и коммуникаций Ульяновского областного краеведческого музея, и Алена Килина, тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров, управления организацией событийных и международных программ Ассоциации волонтерских центров. Ну, а мы двигаемся дальше. Питание по сезону. Специалисты рассказали, какие продукты лучше всего употреблять в преддверии зимы. В октябре сезон местных фруктов постепенно заканчивается, и на первый план выходят осенне-зимние ягоды – брусника, клюква, облепиха, боершник, бузина, шиповник и калина. Все они обладают целебными свойствами, содержат много полезных веществ, которые помогут укрепить организм перед холодами. По сути, это живые витамины. Недаром их многие столетия использовали в медицине. Ну, одна из топовых ягод октября – калина. Свою ярко-красную окраску она приобретает в августе-сентябре, однако в это время плоды, говорят специалисты, слишком еще сильно горчат. Так что свой окончательный вкус и сладость они набирают после первых заморозков. Ягоды калины – настоящий кладезь витаминов. В них содержится почти весь спектр. А, В1, В2, В5, В9, Е, К и, конечно, огромное количество витамина С. Примерно в два раза больше, чем в лимоне. Но всего лишь 100 грамм калины способны закрыть суточную норму на 119%. Ассортимент микро- и макроэлементов тоже очень разнообразный. Например, в калине много бора, который улучшает работу мозга, укрепляет кости и помогает сердцу. Продолжим разговор о сезонных ягодах и их пользе завтра. А сейчас слово передаем экспертам нашей традиционной рубрики ЗОЖ. Доброе утро! Меня зовут Денисова Екатерина. Я тренер групповых программ и персональный тренер фитнес-клуба. Сегодня я покажу вам гимнастику для глаз. Эти упражнения подойдут для тех, кто часто сидит за компьютером. Первое упражнение. Будем сжимать глаза и максимально их раскрывать. Покажу. Сжимаем и максимально широко открываем. Делаем это упражнение 5-8 раз. Следующее упражнение. Глаза очень часто будут хлопать, моргать. Показываю. Очень часто моргаем глазами. Делаем это примерно на протяжении 30 секунд-минуты. Следующее упражнение. Для этого нам понадобится рука. Будем следить за своим пальцем, не поворачивая головы. То есть смотрим, уводим только глаза в сторону. Голова должна остаться на месте. Вытягиваем перед собой руку. Любой палец поднимаем наверх. И уводим палец в сторону. Только глаза уходят в сторону. Возвращаем в центр. То же самое делаем в другую сторону. И возвращаем в центр. Это упражнение повторяем примерно 13-15 раз. В одну и в другую сторону. Следующее упражнение. Все то же самое мы будем делать. Следить за кончиком своего пальца. Только поднимать глаза вниз и наверх. Также голова на одной линии без наклона. Только глаза будут опускаться и подниматься. Покажу. Рука перед собой. Поднимаем руку наверх. Глаза максимально наверх. И опускаем в центр. Опускаем руку вниз. И возвращаем в центр. Повторяем это 13-15 раз. И переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение. Соединяем все четыре точки. Все то же самое. Голова неподвижна. Работают только глаза. Возвращаемся в центр. Начинаем с центра. И в сторону. Наверх. В сторону. И вниз. Продолжаем. В сторону. Наверх. В сторону. И вниз. Повторяем это упражнение 5-8 раз. И в конце можно сделать небольшой массаж глаз. Закрываем глаза. Два пальца соединяем. И круговыми движениями будем массировать наши глаза. Закрываем. Навеки. И небольшими круговыми движениями. Расслабляем глаза. И снимаем с них напряжение. Делаем это примерно 30 секунд-минуту. И продолжаем работать. Всем хорошего дня. Смотрим нас завтра. Завтра вас ждет интервальная тренировка. Полторы тысячи жителей Ульяновской области улучшат жилищные условия за счет бюджета. Региональное правительство отобрило проект бюджета на 2022 год. Доходы составят почти 73 миллиарда, а расходы 78 миллиардов. Документ остается социально ориентированным. Более 70% расходов пойдут на социальную сферу. На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Ульяновской области в следующем году направят более полутора миллиардов рублей. При этом увеличится финансирование и на переселение граждан из аварийного жилья. Таким образом, до конца 2023 года свои жилищные условия улучшат 1446 жителей Ульяновской области. В проекте бюджета предусмотрели финансы и на обеспечение квартирами детей-сирот, улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, работников бюджетной отрасли, IT-организаций и авиастроительного комплекса. Кроме того, будут выделяться средства на достройку проблемных объектов. Также регион получит деньги на развитие жилых микрорайонов по программе «Стимул». Благодаря этому в Ульяновске завершат возведение детского сада по улице Шигаева на 160 мест и построят 5 дорог, а в Димитровграде 2. Выполнят техническое присоединение многоквартирных домов к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. О главном рубрика с таким названием продолжит эфир. Достойный уровень медицины, чистый воздух, безопасные дороги, комфортное жилье. Решение задач, важных для всех и каждого, главная цель нацпроектов. Ульяновская область принимает участие в 11 национальных проектах. Финансовая база на 2021 год по всем направлениям около 12 миллиардов рублей. Семь из которых средства, выделенные федеральной казной. Кассовое исполнение составило 62%. Это более 8,5 миллиардов рублей из 13,9 миллиардов рублей. Это лучше, чем год назад и выше средних значений по России и Приволжскому федеральному округу. На 1 октября уже заключено более 1300 контрактов. Но есть сферы, отстающие от графика в плане освоения бюджета. За два месяца, оставшихся до конца года, деньги необходимо вложить в проекты. Насколько мне известно, у нас есть ряд проектов, по которым процедуры еще не завершены. Напомню, что по поручению Михаила Владимировича Мишустина, все неосвоенные и не законтактованные до 1 декабря денежные средства по нацпроектам будут перечислены в резервный фонд правительства Российской Федерации. Самой проблемной сферой оказалось здравоохранение. Критическое положение обуславливается пандемией. А вот у культуры ситуация лучше. Хоть и не все задуманное удается выполнить в срок. На сегодняшний день у нас остается пока еще незаконченными капитальные ремонты в детских школах искусств. Но мы эти процедуры тоже завершаем. Вы знаете, да, о том, что в детской школе искусств номер 10 с не очень добросовестным подрядчиком сложилась сложная ситуация. В новом Лыклинской школе контракт также был продлен. Хорошие показатели в нацпроекте – безопасные качественные дороги. Главная задача до 2024 года – привести в нормативное состояние 50% региональных и 85% дорог ульяновской городской агломерации. Для этого на 2021 год у нас запланированного ремонта более 160 километров дорог. Это порядка 59 объектов. В настоящее время мы находимся на финишной прямой. Общий процент готовности составляет порядка 95%. Практически весь объем по асфальтовым работам у нас завершен. И в настоящее время подрядная организация заканчивает работу по обустройству, укреплению обочин, установке дополнительных мероприятий по безопасности дорожного движения и оформлению исполнительной документации. Что общего между дорогой и медициной? Человеческая жизнь. По программе «Безопасные качественные дороги» в Ульяновской области клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступило новое оборудование для оперирования, в том числе людей, пострадавших в ДТП и оказание экстренной помощи в противошоковом блоке. Очень внимательные и обходительные люди. И как-то относятся они с душой к людям. Вот я не слышал, чтобы на кого-то там кричали, кричали, ну что-то там, наворот, больные иногда. Ну психуют, представляете, боли ужасные, сильные. Вячеславу Ивановичу есть чем сравнивать. Недуг беспокоит его многие годы. В этот раз мужчина попал в БСМП с диабетической ногой. Не мог ходить. Через месяц терапии стало легче, но до сих пор пациент под строгим наблюдением врачей. Сейчас ничего не болит? Нет. Ну все, сегодня выписываем домой. Внимание уделить нужно всем. Ничего не упустить, вовремя оказать помощь. Не потерять заветных минут, а порой и секунд. Сюда поступают с тяжелыми травмами, в том числе и пострадавшие после ДТП. Доставить такого больного от приемного отделения до противошокового блока медики должны менее чем за 30 секунд. Если раньше мы оказывали помощь 420 тысяч человек, которые проживают здесь, то плюс к этому прибавилось и в убережье, это еще 200 тысяч. Соответственно, нагрузка возросла как минимум в полтора раза. Работают на пределе возможностей не только в ковидных госпиталях. Вывозить тяжело не только людям из строя, порой выходит и техника. Потерянное время может стоить жизни. Поэтому старое оборудование заменили новым. Облегчив работу медикам и увеличив возможность сохранить здоровье пациентов, находящихся даже в самом критическом состоянии. 7 миллионов рублей на портативный УЗИ-аппарат, видеоларингоскоп, наркозно-дыхательный и рентгеновский аппарат. Результативность работы увеличилась. Неоспоримый факт, отмечают медики. Смертность от дорожных транспортных происшествий, тяжелосочетные травмы у нас ежегодно снижается в нашем лечебном учреждении. Мы стараемся все-таки забирать всех пациентов из районных больниц. Забирают и спасают, применяя все ресурсы, человеческие и технические. За этот год врачам больницы удалось успешно провести более 13 тысяч операций. Зафиксирован всплеск интереса россиян к дальним поездкам. Агрегаторы начали фиксировать это еще тогда, когда вести о грядущей нерабочей неделе были только слухами. И это несмотря на призывы медиков и властей оставаться дома. Ну, так, по данным одного сервиса по бронированию авиабилетов, к выходным общее число запросов показывало прирост в 30%. Лидерами по числу запросов стали Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и Калининград. Среди тех, кто искал авиабилеты за границу, примерно 10% приходится на Турцию и по 2% на Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Спрос на перелеты по России в нерабочие дни вырос в полтора раза. При этом, например, москвичи ищут возможность уехать из города гораздо активнее жителей других регионов. По данным аналитиков, среди тех, кто оформил авиабилеты на даты с 29 октября по 7 ноября, 88% планируют путешествия по России, а 12% отправятся за рубеж. Так, власти Сочи объявили, что ожидают максимальную загрузку курорта в ноябрьские выходные, совпадающие с объявленными нерабочими днями. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Капайгородский, предполагается, что санатории будут заполнены на 90%, а отели на 75%. Вот так рванули отдыхать. Но в Ассоциации туроператоров России ждут, что если к нерабочим дням не прибавится полноценный локдаун, продажи путевок будут расти в первую очередь в Турцию и Египет. Но в Роспотребнадзоре напомнили, что россиянам рекомендовано в период нерабочих дней по возможности оставаться дома. Если избежать поездок не получается, то нужно использовать маски, антисептики, избегать мест массового скопления людей. Ну, передвигаться по городу Роспотребнадзор советует на такси, а рубрика «Это интересно» продолжит эфир. Эта выставка для юной художницы Арины Алиуловой уже вторая по счету. Персональная, премьерная состоялась еще в 2019-м под названием «А плюс А». Тогда в детском музейном центре она представляла свои работы вместе с Арсением Пятницыным. Сегодня на выставке Арины можно увидеть ее работы разной жанровой направленности. Я люблю писать натюрморты, пейзажи, также людей иногда. Я люблю проводить разные техники – акварель, гуашь, акрил, пастель. Но больше всего у меня любимая техника – акварель. Выпускница детской школы искусств девочка занимается рисованием с самого раннего возраста. Увлеченная живописью, она вдохновила и маму заниматься творчеством. Люблю природу, гиперреализм, цветы люблю. Меня это вдохновляет. А главное вдохновение – это семья. Любовь Алиулова вспоминает. Писать картины мечтала еще в детстве. Но реализовать мечту получилось только сейчас. Чем больше я пишу картины, тем больше я углубляюсь в это, и тем больше мне начинает это нравиться. Горизонты растут, требования от себя тоже растут. Хочется картины писать все ярче, интереснее, глубже. У Любови и Арины Алиуловых настоящее семейное творчество. Мама и дочь вместе пишут картины, отправляются на пленеры, а сегодня выставляют свои работы на совместной выставке. Познакомиться с произведениями Алиуловых можно в детском музейном центре. Выставка будет работать до 11 января. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Вороной медицине доверяю, потому что вариантов других, собственно говоря, нет. И считаю, да, делать надо сразу обе, потому что если на ковид еще наложится и грипп, это будет вдвойне плохо. Осознанный подход, путь к здоровью Денис Штылев без опасений пошел на прививку как от ковида, так и от гриппа. Решительных мало. В обществе поползли тревожные слухи. Много побочек, непроверенная практика. Ранее зарубежные российские эксперты утверждали, между прививками должно пройти минимум две недели. Сначала необходимо сделать полный курс иммунизации от коронавируса и только потом вакцинироваться от гриппа. Сейчас все изменилось и теперь два укола можно делать сразу. Проводились клинические исследования про возможность параллельного использования вакцины против гриппа и против коронавируса. Я знал, еще полгода назад потихоньку в научных изданиях всплывало информацию. Доказано, вреда от соединения двух вакцин для человека нет. Наоборот, это мощнейшая защита от возможных осложнений. Ведь если на ковид наложится грипп, последствия будут куда хуже. И на изучение нового штамма уйдет больше времени. После любой вакцины может быть повышение температур. И это нормально. Это ответ иммунитета. Поэтому этого не нужно пугаться. Как в том мультике. Бегемот, который боялся тревожить. Поэтому без страха, доверяя врачам, ульяновцы подставляют плечи. Важное условие двойной вакцинации. Укол нужно делать в разные части тела. Подбираются специальные дозы. И сами прививки создаются так, чтобы не подавляли свойства друг друга. А наоборот, усиливали эффект. Решилось. Что будет, то будет. Хорошо. Спасибо, что сразу сделали две прививки. Желающих много. У медиков в специализированных пунктах увеличился рабочий день. Вместо четырех теперь людей принимают шесть часов подряд. Тяжело, но сил хватает, признаются врачи. Хватило бы вакцины. Все это время фиксировался дефицит препаратов. Сейчас этот вопрос постепенно решается. Здесь, в специальной комнате, где соблюдается температурный режим, хранится новый транш препарата от гриппа для детей. Для взрослых этот препарат тоже есть. Его завезли чуть раньше. 156 тысяч доз препарата для детских поликлиник. По учреждениям и в пункты вакцинации ампулы развозят постепенно. Для хранения прививок необходимы специальные условия. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Из-за сезонных заболеваний осень для медиков всегда тяжелое время. Но этот год из-за коронавирусной инфекции снова стал особенно трудным. Количество обращений увеличилось в несколько раз. Каждому пациенту требуется уделять больше времени. Владимир Долгов – один из тех, кто решил помочь врачам в их непростой работе. Он выполняет важную задачу – развозит медиков по вызовам на своей машине. Минимум было три вызова. Это СНТ-залив. А максимум 50 вызовов. С последнего адреса мы выехали ровно в 20.00. И врачи еще… Я-то освобождаюсь. А врачи после того, как я их привожу сюда в поликлинику, они еще обрабатывают все документы, пройденные по этим адресам. За спиной Владимира уже более 200 вызовов. Доброволец помогает врачам в свободное от работы время. Терапевты сейчас трудятся на износ. Каждый день они принимают пациентов в кабинетах, а потом выезжают по адресам. Взять мазок на ковид – дело минутное. Но вот расстояние порой растягивается на километры. Поэтому не находишься. Бывает около 280 вызовов в сутки. То есть около 300, так скажем. Поэтому данная помощь, которую они нам оказывают по обслуживанию на дому, очень нас спасает, оказывает большую поддержку. В Ульяновской области сейчас работает 160 автоволонтеров. Но этой помощи недостаточно. Когда многие сотрудники больниц болеют и проходят период реабилитации, медучреждения нуждаются в поддержке. По реальной потребности каждой поликлиники, с учетом сегодняшнего возраста, нужно минимум в 2-2,5 раза больше. Потому что машин реально не хватает. И вот в сегодняшний день, и в воскресенье, есть точки красные, как четвертая поликлиника, допустим, за свои агоды, где и 5-6 машин будет ежедневно мало. Помогая врачам, автоволонтеры тратят не только свое время, но и деньги на бензин. Чтобы возместить материальные затраты, добровольцам выдали топливные карты, которыми можно расплачиваться на заправках. Пока, конечно, возможности нашей системы здравоохранения не совсем соответствуют задачам, которые администрят. В этой связи, конечно, ваша помощь, она очень важна. И мы все глубоко ценим. Мы понимаем, что занимаются этим делом люди, которые сознательные. В ряды автоволонтеров все еще нужны отзывчивые люди, способные помочь медикам в это тяжелое время. Только объединившись, мы сможем справиться с пандемией. Соответственно, с 1 по 3 ноября в дошкольных образовательных организациях, в детских садах и в дошкольных группах, при школах, по потребности родителей законных представителей будет организована работа. То есть работающие родители 1, 2 и 3 ноября могут привезти ребенка в детский сад. Все муниципальные управления образованием оповещены. Вчера и сегодня совместно с органами местного самоуправления мы занимаемся мониторингом потребностей в работе дошкольных образовательных организаций. И здесь я хочу, пользуясь случаем, обратиться к родителям и законным представителям, чтобы действительно по возможности были с детьми дома. А для того, чтобы разобщить детские коллективы, для того, чтобы приостановить вот эту цепочку распространения инфекционных заболеваний, хочу обратиться к родителям, что если сегодня вы определитесь, то обязательно сообщить об этом воспитателю, либо руководителю образовательной организации, для того, чтобы руководители образовательной организации могли спланировать занятость своих сотрудников и обеспечить бесперебойную работу дошкольных образовательных организаций, и предусмотреть необходимое количество продуктов питания на эти дни, для того, чтобы полноценно ребятишек в эти три дня накормить. Еще в конце 80-х годов прошлого века на Облуково началось возведение легкоатлетического манежа. Начали ударно, но с распадом СССР стройку забросили. Со временем строение перешло в разряд долгостроев-недостроев, в котором пребывает и по сей день, портя своим грозным видом довольно уютный микрорайон на берегу реки. Здесь очень неплохие квартиры, свияга рядом, отдыхать можно. Ну вот это вот, это не знаю даже как назвать. Ходить мимо страшно. И собаки бывают, и скорее всего и криминальные личности, и там и распивают напитки спиртные очень часто, особенно в летнее время. Ну и не украшает он, конечно, нашу, в общем, довольно-таки благоустроенную улицу. Ячмень на глазу, пожалуй, самый цензурный эпитет, подобранный местными жителями для того, чтобы описать неприятное и опасное соседство с заброшкой. Отчаявшись что-то изменить, местные жители к ржавому острову привыкли. Но, как говорится, надежда умирает последней. Стоит очень долго в таком состоянии, в разваленном, полуразвальном. Всякие истории происходят здесь, слышно. Пройти мимо свияги, там собаки бегают. Ну, как-то хотелось, чтобы... А там и это самое, пенчук полный. Да. Яные личности собираются постоянно там. Неприятно, что такой опасный комплекс рядом, там неизвестно, что и как может происходить. Вот. И хорошо, если местные власти этот вопрос решат. Решают. Уже готов проект по развитию микрорайона, в котором не осталось места для ржавой заброшки. На ее месте появится транспортная артерия, ведущая к планируемому новому мосту через Свиягу. Строительство нового мостового перехода в створе улиц Шевченко и Смычки позволит разгрузить улицу Минаева, Пушкаревское кольцо, улицу 12 сентября и также перераспределить потоки транспортных средств за Свияжи, северную и историческую часть города. Самое главное – цена вопроса. Над этим как раз и работает специальная оценочная комиссия, которая определит рыночную стоимость аварийного строения, не подлежащего восстановлению. В дальнейшем будет предложено собственнику манежа соглашение с возможностью оплаты по, как еще раз скажу, по рыночной стоимости его изъятия. В случае отказа собственникам подписания данного соглашения администрации города необходимо будет выйти в суд и в судебном порядке изъять данный объект. Кстати, ульяновцы не должны оставаться в стороне от вопросов развития микрорайонов. На сайте профгражданин.рф открыто голосование за проект развития ближнего за Свияжья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами, что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться, а ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы. Ты входишь в группу риска инфицирования ВИЧ. Сейчас наблюдается активный рост впервые выявленных случаев в возрасте от 30 до 50 лет. Более 80% инфицируются половым путем. Оцени свой риск. Узнай свой ВИЧ-статус. Областной центр профилактики и борьбы со СПИД Ульяновск. Проспект Нариманово, 11. Супер цены в Светофоре. Кофе Якобс 200 грамм 243,90. Свинина на кости охлажденная 1 килограмм 219,90. Во всех магазинах Светофор Ульяновска, Инзы, Барыша, Кузоватова, Чертоклот и Димитровграда. 298 соглашений о темпах роста оплаты труда подписаны в Ульяновской области. За неделю с 11 по 15 октября 119 предприятий выразили готовность увеличить зарплаты сотрудникам. Среди муниципальных образований большинство соглашений заключено администрациями Маинского, Кузоватовского, Барышского и Вишкаймского районов. Уровень повышения зарплат на 15% за год в муниципалитетах будет достигаться поэтапно. В том числе за счет пересмотра в сторону увеличения процента индексации в ранее заключенных соглашениях. Темпы роста средней номинальной зарплаты в Ульяновской области за январь и июль составляют 110,2% к периоду 2020 года. Прирост на 10,2%. Работа по доведению уровня средней зарплаты в Ульяновской области до среднероссийских показателей будет продолжена на системной основе. По данным сайта Гесметио, 28 октября в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью от плюс 2 до плюс 6, днем плюс 5-9 градусов. В городе температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 6-8 выше ноля. Ветер преимущественно западный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров артутного столба. В Ульяновске работает выставка в честь столетия оперного певца Георга Отца. Свободная к посещению выставка «Я люблю тебя, Георг Отц» работает в креативном пространстве «Квартал». Посольство Эстонии выступает организатором выставочного проекта в честь артиста. На выставке в Ульяновске представлены редкие концертные афиши, собранные в период гастрольных выступлений Георга Отца, а также письма поклонниц из разных уголков Советского Союза. Осмотр плакатов и писем сопровождают записи выступлений певца и фрагменты интервью людей, знакомых с артистом. В «Квартале» выставка продлится до 31 октября. Уже с 3 по 21 ноября выставка будет доступна к посещению в Димитровградском креативном пространстве «Горизонт». Тема культуры в нашем утреннем эфире продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. Немного кокетничает известная российская писательница Анна Матвеева. Для нее самой, например, в одночасье собраться и приехать на встречу со своими читателями в Ульяновск ничего не стоит. Что она и сделала. Встреча – это большая радость. Во-первых, мы сейчас не забалованы в наших условиях, в которых мы живем. Живых встреч очень мало. И каждое такое приглашение – это колоссальный шанс в обыдать в каком-то новом регионе. Хотя я была в Ульяновске раньше, но каждая поиска сюда – это что-то новое. Ну и на таких встречах всегда есть обратная связь. То есть писатель может получить тоже ответы на какие-то свои вопросы. Впрочем, к родному Екатеринбургу очень трепетное отношение. Перевал Дятлова – трагическая и непонятно мистическая история, случившаяся в 1959 году в горах на севере Свердловской области, с начала нулевых очень волнует литераторов и кинематографистов. Повесть Анны Матвеевой ровно 20 лет назад стала одним из первых литературных переложений. Самое интересное со мной стало происходить после этой книги и спустя много-много лет. Я думаю, что самые интересные вещи случились лет, наверное, семь назад. Но Перевал Дятлова по-прежнему пользуется успехом, потому что тема сама эта не оставляет никого равнодушным. Мы как-то с ней одновременно друг друга нашли. Я ничего специально никогда не ищу, а она сама приходит. Это было очень давно, давняя-давняя история. Она была написана тогда, когда, в общем, про эту историю достаточно мало кто знал за пределами Свердловской области. В общем, это была первая попытка такого художественного произвела переосмысление. Это и вполне реальная история, которая произошла в 1959 году на Перевале смерти. Сегодня Анна пишет на другие темы, от бытовых до жизнеописаний известных музыкантов и художников. Заодно редактирует в издательстве своих коллег. И не всегда полна оптимизма при этом. Люди разучились писать или рассказывать истории. Очень много. Я просто так получила, что я работаю еще как редактор и периодически появляюсь в жюри каких-то литературных премий и очень мало интересных книг по-настоящему. То есть идет поиск ради формы. С моей точки зрения, это тупик. Искать надо не начиная с формы. Форма – это важно, но содержание не менее важное. Очень важно увлечь читателей, тем более сейчас, когда людей, читающих, все меньше и меньше. Настоящая литература, она всегда написана на собственной крови, на собственных каких-то драмах, в поле и так далее. Побывавший не так давно в Ульяновске с интерпризным спектаклем «Шальные деньги», актер театра и кино Борис Хвашнянский – выученик питерской театральной школы, хотя работает на телевидении и в кино нынче преимущественно в Москве. «Разница когда-то была совсем очевидна, сейчас я уже в силу привычки так не считаю, потому что есть возможность приспособиться и творчески, и с разных других сторон. Перемещение Питер-Москва меня уже давно не смущает. Я вот все жду наступления часа, когда от этого можно будет или придется устать, но пока я дорожу теми предложениями, которые есть. В Москве поболи, в Питере существенно меньше, но я всегда с радостью и там тружусь, и там тружусь, потому что действительно Питер-город очень родной, а Москва какая-то постоянно непостижимая, Москва, конечно, меняется, в отличие от Питера, то есть она просто меняется». «Ульяновск для вас больше Ленин или Гончаров?» «Ульяновск, разумеется. Я знаю, где Гончаров проживал, однако, да, Владимир Ильич». Практически с первого появления на экране Борису Анатольевичу упорно приписывают некоторые сходства с голливудской кинозвездой Робертом Дауни-младшим. «С вашей харизмой, с вашей статьей, с вашей внешностью». «Вы тоже заметили, что она есть?» «Есть. Все-таки, может, уже подвинуться?» «Да, у них». «Да слушайте, пусть он выбирается сюда и попробует сместить меня. Это его проблема. Я двигать никого не буду». «А попробовать там?» «Да нет, это не имеет перспективы, но это не имеет смысла обсуждать». Хотел задать тебе вопрос, любишь ли ты юбки так, как люблю их я, но не могу тебе, Володя, этого задать. Только нашему режиссеру. Мужчины, в принципе, же могут как-то оценить, что им больше нравится видеть, юбку или брюки, например. Ну, а вот как ты думаешь, современная женщина все-таки должна чаще носить юбку или... Не знаю, тут сейчас можно на себя определенный гнев направить, если сказать, что женщина должна ходить в юбке. Нет, в чем хочет, пусть в том и ходит. Честно. Красивее все-таки. Но красивее в юбке. Ну, мое личное мнение. А вот модные тенденции нынешнего сезона говорят, что женщина, если хочет надеть юбку, то пусть она будет кожаной. Кожаной? Кожаной, да. Сейчас это самый писк. Ну вот об этом сейчас подробнее в рубрике «Стиль» расскажут наши эксперты. Доброе утро. Это рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. Кожаный тренд давно закрепился в женской моде. Предлагаю сегодня поговорить о кожаных юбках. Юбка из кожи – это настоящая находка для представительниц прекрасного пола, ведь с ее помощью легко дополнить образы разных стилей, делая их эффектнее и выразительнее. Выступая за защиту окружающей среды, дизайнеры предлагают актуальные вариации из искусственной кожи, что, в свою очередь, позволяет создавать неимоверные юбки из лакированной и матовой эко-кожи. Кожаная юбка давно перестала ассоциироваться с дерзким образом. Стильная и лаконичная она может вписываться в офисный лук. Присмотрев себе стильную кожаную юбку-карандаш, стоит первоначально обдумать весь образ целиком и определиться, с чем и как ее комбинировать. Кожаные версии поражают женщин разнообразием коротких и удлиненных моделей. Приталенный фасон на завышенной талии прекрасно будет выглядеть на стройных женщинах, а вот обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на удлиненные кожаные модели, которые лаконично и изящно дополнят силуэт. Комбинируйте юбку-карандаш с легкими блузами или рубашками для офисных сетов и сочетайте с джемперами или свитшотами для casual аутфитов. Прекрасными дополнениями образов с кожаной юбкой будут элегантные туфли и практичные кроссовки в комплектах с пальто, кардиганом или жакетом. Мировые кутюрье усовершенствовали и всеми любимый фасон юбки плесе, сделав ее из эко-кожи. В тренде вариации из тонкой и цветной кожи, которые будут выглядеть стильно и актуально. Плюсированная юбка прекрасно гармонирует с любым верхом и туфлями на шпильке, а довершающими элементами лука станут трендовые аксессуары. Модный разрез станет весьма популярным дополнением к различным вариантам кожаных юбок – от коротких до длинных, приталенных или свободного покроя а-силуэта и трапеция. Модный тренд – это разрез на кожаной юбке сбоку, приоткрывающий одну ножку. Но также эффектно смотрится модная юбка из кожи с разрезом, дополненным пуговицами или молнией и в стиле на запах. Юбка сочетается не только с кожаной курткой и майкой. Комбинация со свитером, блузкой, футболкой или джинсовой рубашкой будет выглядеть актуально и модно, если правильно подобрать все элементы образа. Трендовым декором для кожаных юбок служат молнии, оборки, пуговицы, заклепки, шнуровка и накладные карманы, которые, кстати, могут быть функциональными или выступать в роли простого украшения. Что касается расцветок юбок из кожи, то внимание заслуживают коричневые, красные, марсала, черные, бежевые, хаки, желтые и металлик. Как вы могли заметить, кожаная юбка – это настоящая палочка-выручалочка в любой непонятной ситуации. Будь то праздник или работа, она поможет сделать образ более интересным и добавит нотку пикантности. Ведь даже простые вещи, вроде белой футболки или базового джемпера, заиграют новыми красками при сочетании с кожаной юбкой, где юбка будет акцентом. Не бойтесь экспериментировать, будьте разной, смелой, дерзкой, креативной, лаконичной. Это была рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. До новых встреч! Доброе утро! Мы продолжаем и сегодня будем вновь говорить о волонтерах и не только о волонтерах культуры. Почему? Потому что наш регион может гордиться. Мы вот такие вот молодцы, и наш опыт с удовольствием транслирует на другие регионы. Ну, можем не то чтобы похвастаться, хотя и похвастаться тоже можем. Сейчас обо всем поговорим с нашими утренними гостями. Сегодня в студии у нас Мария Баханок, заведующая отделом внешних связей и коммуникации Ульяновского областного краеведческого музея. И Алена Килина, тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров Управления организацией событийных и международных программ Ассоциаций волонтерских центров. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Мощно! Масштабно! Масштабно! Ответственности столько же, сколько слов в регалиях? Да, примерно столько же, потому что мы работаем в рамках федерального проекта «Социальная активность», нацпроект образования, и это накладывает определенные для нас обязанности быть в максимуме, в масштабе. Тогда немножко прям, может быть, пару слов. Что за центр мобильности волонтеров? Куда их, я так понимаю, мобильность это же взять, куда-то перевести, перенести что-то новое? И как-то взаимодействовать между, может быть, культурными учреждениями или прям даже регионами? Ну, если вкратце, мы находимся в Ассоциации волонтерских центров. Это крупнейшая организация в России, у нас более 160 членов организации по всем регионам. И в рамках нашей работы мы обеспечиваем реализацию программы мобильности волонтеров. Мы отправляем волонтеров на крупные международные события в России и за рубеж. Это наши опытные ребята, волонтеры по определенным требованиям, критериям, которые подходят к событиям. Службы атташе, сопровождение иностранных делегаций или работы на стадионах. Ну, разного-разного вида творческих, да, волонтерских задач. Мы отправляем их, набираем из числа всех волонтеров, которые хотят подать заявку. И, соответственно, лучшие едут на эти события. Плюс мы также реализуем образовательные стажировки, обучающие программы на территории регионов и на территории ведущих некоммерческих организаций, которым есть чему поделиться с другими организациями, с сотрудниками, которые приезжают забирать опыт и тиражировать его к себе в регион. То есть, таким образом, обмениваем практиками друг с другом, и у них выравнивается знание про волонтерство, про то, как развивать, про какие-то структуры, про самые интересные практики, методики и технологии. Плюс мы отправляем волонтеров на чрезвычайные ситуации, на различные подтопления, либо пожары, лесные пожары, да, совместно с Российским студенческим корпусом спасателей. Туда едут подготовленные ребята, мы обеспечиваем им трансфер проживания и питания на время того, как они помогают населению в трудных ситуациях, и отправляем людей на поезд пропавших детей в трудные зоны. Туда едут тоже профессионалы, туда едут координаторы поисковых групп, выстраивать работу с местным населением так, чтобы это было максимально эффективно, комфортно и быстрее найти детей, спасти жизнь. Вот таким образом мы отправляем, тоже помогаем мобильно переместиться группам по России. И четвертое направление открылось в этом году, последнее завершающее, да, но надеюсь, что будут еще появиться новые, это экологические направления, экологические смены на территориях заповедников и национальных парках. Туда выезжают эко-волонтеры, помогают, соответственно, сотрудникам этих заповедников. Вот вкратце так. Цель прибытия в Ульяновск, что это будет, что за организованным совместное такое мероприятие, обмениваемся опытом, делимся или вот? Да, и получается так, что на самом деле Ассоциация волонтерских центров проводит конкурс для проведения стажировок. То есть нужно подать заявку, пройти отборочный тур. Мы это все сделали, мы на самом деле дважды подавались, первый раз мы не прошли. Да, это было, мне кажется, весной, мы не смогли пройти. Мы переписали заявку, еще раз перечитали требования, поняли, где наши ошибки. И уже так более дайрокачественно проработали всю программу и отправили. И вот в первых числах сентября, если я не ошибаюсь, нам пришла информация о том, что мы победили в этом конкурсе и теперь мы примем у себя гостей из 20, наверное, регионов, да, потому что 20 участников со всей России. Ну, из самого дальнего это Хабаровский край, Амурская область, если я не ошибаюсь, да, вот это гости, которые к нам сегодня приехали и уже сейчас в музей Гончарова обучаются. То есть мы с ними будем делиться именно нашим наработанным опытом? Да, вот тот опыт, который за два года существования нашего волонтерского центра на базе музея мы наработали, мы смогли, ассоциации волонтерских центров, доказать, что мы готовы поделиться. Мы прошли тот путь, наверное, проб и ошибок. Где-то у нас были проблемы, мы неоднократно рассказывали вам об этом, да, и когда мы выезжали на объекты культурного наследия, мы сталкивались, мы погрузились в те темы, в которых, возможно, мы не очень тогда разбирались. И вот эта вот история про то, что когда ты входишь, а потом начинаешь, возможно, разбираться, вот это вот мы все со всем этим будем делиться с нашими коллегами, потому что это в основном работники учреждений культуры, библиотеки, музеи, дома культуры, те, кто делает, такие организуют, наверное, волонтерские акции и вообще волонтерские центры в сфере культуры. И нашими вот такими основными, наверное, направлениями, с которыми мы будем делиться, это то, что с чем мы выигрывали гранты, это Ульянск, город Рудовой доблести, сохраним память, мы расскажем, как мы этот проект выиграли, как мы его реализовывали вместе с волонтерами, естественно, про объекты культурного наследия, про то, как мы выезжали в районы и обучали сотрудников музеев, а также волонтеров. Вот эти все проекты мы от начала до конца вместе с нашими гостями пройдем. Возможно, кто-то из них возьмет и на вооружение и будет внедрять у себя, мы очень надеемся. Ну а так мы будем работать шесть дней, вот сегодняшнего, да, сегодня первый день и до субботы включительно. В основном это все будет на базе историка мемориального центра музея Гончарова, здесь рядышком с вами. Но у нас запланировано два выезда. Мы будем выезжать в Кузоватово и в Ундоры. Да, и где будем, в Ундорах мы пройдем, конечно, палеонтологические вот эти раскопки вместе с Ильей Михайловичем Стеньшином, мы все потом вернемся в музей к нему и будем в лаборатории работать. Все так, как работают волонтеры на базе палеонтологического музея. То есть нужно прям погрузиться в деятельность волонтера, чтобы понять, как и что внедрять. Это вот про то, что когда я начала этим заниматься, помните, поехала в Москву, погрузилась и стала у московских волонтеров спрашивать, ребят, зачем вы вообще ходите в музей, зачем вам надо. И вот тогда стало понятно, для чего это делать. Вот мне кажется, что здесь примерно то же самое. Как раз нужно погрузиться и в волонтерскую деятельность на месте и понять вот те ошибки, с которыми мы сталкивались, когда реализовывали эти проекты. Когда мы поедем в Кузоватово, то там мы будем проходить как раз мастер-классы про резьбу по дереву. Мы это тоже, помните, проводили. И мы хотим тоже это все показать, что это возможно делать, и это интересно. И интересно и с точки зрения волонтерской деятельности, потому что это прям... Ну и вообще это погружение в историю, культуру. Мне вообще кажется, что волонтеры культуры — это такая тема не только про помощь, но и погружение человека, вот как раз то, что я сказала, истории культуры родного региона. Мы приобщаем к этой теме через добровольчество. Поэтому не просто навязываем приходить в музей, а говорим, давайте вместе с нами знакомьтесь с нашей профессией, давайте вместе с нами реализовывать проекты. Тогда и есть такое какое-то погружение, и интерес вызывает, когда я сам тоже могу в этом принять участие и помочь что-то реализовать. Ну это хороший... Да-да-да, наверное, вот это объединение усилий. Человек наконец-то на музей даже смотрит с другой стороны. Потому что не просто прийти и посмотреть, а принять участие, какой-то свой проект предложить, и оказывается, можно. Оказывается, можно реализовать. Я здесь вспоминаю, как высаживали фруктовый, восстанавливали фруктовый сад, и действительно ведь взяли местных жителей, то есть не привезли из Ульяновска, а тех ребят, которые... Ряд из них даже не были связаны с музеем никаким образом. Они просто живут в этом селе. И они сказали, а вот здесь, оказывается, был фруктовый сад, а вот здесь вот оказывается... И они высаживают, и параллельно вы рассказываете историю. И действительно удивительно, да, как обычных людей, которые что-то знали о волонтерстве и в меньшей степени о музее, к этому в процессе, там, за час высаживания погрузились в историю. Да, и при этом добровольчеству вам помогли, действительно, высаживали. В целом в добровольчестве очень много есть зон роста, очень много, просто бесконечно. Я когда рассказываю коллегам, ребятам, кто только входит в волонтерскую деятельность, что заходите, у вас есть возможность для вашего карьерного роста, для вашего культурного развития, для взаимодействия с другими людьми, с теми, с кем вы хотите поработать, например, да. Очень часто на волонтерстве можно встретить своего будущего руководителя, да, там, например, ну, никто не говорит уже про будущих половинок, потому что бесконечное количество историй, да, такого рода. Но действительно очень много полезных связей на стажировках. Это вообще огромная кладезь, потому что встречаются люди с одинаковыми ценностями, с одинаковыми идеями, мыслями, проектами, и они привозят свои 20 проектов, во-первых. То есть здесь в Ульяновске будет такая, как воркшоп сейчас прямо происходит, да, они на воркшопе, обмен у них происходит между практиками, и каждый может увести к себе. Я Машу немножко поправлю, они не то, что надеемся, что они внедрят, они, у них не будет возможности не внедрить. Да, потому что у нас стажировка заключается в том, что они проходят всего неделю очно, и шесть месяцев мы их сопровождаем заочно. У нас есть наставник, который из числа также культурных волонтеров, точнее, из руководителей, да, направлений, который будет курировать их, сопровождать во внедрении проектов. Плюс мы с ними будем встречаться в онлайне, узнавать, как у них дела, какие есть трудности. Помогать в случае каких-то трудностей, если что-то нужно. У нас есть административный некоторый ресурс, да, у нас есть и накопленный опыт, плюс коллеги всегда готовы присоединиться своим советом, как реализовать их практики. Ну и вот этот обмен, он налаживает такие как бы тонкие связи, но при этом прочные, которые можно потом будет еще продолжать вести. А есть возможность, вот вы сказали, что 20 проектов, да, но ведь в ходе общения, в ходе общих каких-то мыслей, 20 проектов могут вырасти в 30 и в 40? 20 это минимум, это только то, с чем они сейчас вышли. Они каждый представляет только один свой проект, за ними же много проектов, они официально представляют один просто на знакомстве сейчас. А в течение стажировки у них будет постоянный обмен и все, что у них есть, они обязательно накопят. Потом после стажировки у нас формируется каталог практик, то есть все, что будет, 100, 120, 300, сколько получится, забрать у фонда, забрать у партнеров фонда, да, у тех же организаторов из муниципалитетов, да, и самих участников мы формируем общий каталог, который будет всем доступен, не только участникам стажировки, но и в принципе любому желающему, кто хочет развивать свои проекты в сфере культуры. Здорово, то есть они потом это все к себе переносят, и вы говорите, кураторы вот и помогают в этом разобраться, да, то есть это есть общий какой-то чат или все просто нацелены на вас? То есть вот возник вопрос, а как развить эту практику у себя? И они к вам непосредственно... У нас есть общий чат, куратор, наставник, он курирует, сопровождает ребят, чтобы они могли приземлить практики к себе, потому что здесь одна реальность, да, там, поддерживает государство, например, хорошо, да, поддерживает ресурсный центр, и все налажено уже, все готово, ничего не нужно менять, ничего не нужно еще там дорабатывать, улучшать, и пусть все сохранится в том виде, в котором сейчас есть. Потому что вот музей Гончарова, да, это один из таких кейсов, которые вот можно брать к себе в регион, забирать, говорить своему органу власти, вот смотрите, как у них все это выстраивать, да, и как их поддерживают снизу, и как поддерживает сама организация, на базе которой они находятся. То есть все вот эти связи, ну, это тоже важный, да, момент. И волонтеры их любят, да, то есть тоже важно. Можно забирать и увозить. И вот такие практики тихонечку кейсами-кейсами можно отправлять к себе. А все с удовольствием делятся практиками, или кто-то может сказать, не, не хочу. Вот моя практика, вот я буду ее у себя культивировать, а вам не дам. Ну, смотрите, сюда проходят только люди через те, которые едут делиться, те, кто едут забирать. У них большой конкурс, на эту стажировку было более 450 заявок, вот, соответственно, они прошли этапы отбора, тестирование, интервьюирование с каждым отдельно. Ну и, соответственно, потом еще такой сетчатый отбор, да, точечно уже конкретно, кто проходит на стажировку в основной состав, кто-то из резерва добавился, да, там, в последний момент. А знакомство можно проскочить? Проскочить? По связям не пройти, вообще никак, вот, потому что у нас есть специально обученные рекрутеры, которые ни в коем случае не будут знакомы с этим человеком, сто процентов, поэтому все так. А если говорим о волонтере, можно какой-то вот средний, как средняя температура по больнице, средний портрет, там, и 35 работает в музее, или вот действительно они настолько студенты, старшее поколение, вот какой он волонтер? В целом, если брать по России и во всех направлениях, ну, в основном это женщина, да, 70 примерно процентов женщин у нас в волонтерстве, если брать гендер, по возрасту ей в районе 26 лет, 4-6, где-то так, ну, что у нас есть и старшее поколение, есть и школьники, да, в среднем где-то вот так. Ну, естественно, большая часть это студенческая аудитория, много серебряных добровольцев, и их количество растет с каждым годом, вот, потому что они узнают друг у друга о том, что это классно, это дает возможности, но на стажировках все-таки возраст постарше, то есть средняя на стажировках будет в районе 34-5 лет, потому что все-таки едут руководители, едут кураторы команд, организаторы, да, сотрудники организации, либо представители органов исполнительной власти, которые курируют добровольчество, и это все-таки люди постарше уже здесь. Здорово, ну продуктивной вам работой, ждем толстый будет, да, конечно. Ну а что, начали, надо будет завершать, результатами поделиться придется. Телезрителям напомню, этим утром у нас в гостях была Мария Баханок, заведующая отделом внешних связей и коммуникаций Ульяновского областного краеведческого музея, и Алена Килина, тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров, управления организацией событийных и международных программ Ассоциации волонтерских центров. Ну а мы двигаемся дальше. 28 октября на календаре, и все меньше времени остается у вас, дорогие телезрители, чтобы поучаствовать в нашей викторине. Ну, заходите на наш сайт, там есть каверзные вопросы, но если смотреть наши эфиры, то эти вопросы покажутся проще простого, ответы оставляйте и участвуйте в викторине, можно выиграть один главный приз и много-много поощрительных, добрых и очень полезных. Результаты будем подводить в ноябре, но будем создавать новогоднее настроение, потому что, конечно, немножко заранее, перед Новым годом, вот так раздадим подарки и с чистой совестью будем вступать в Новый год. Но о других праздниках сегодня будем разговаривать. А можно отметить 28 октября день домашнего печенья и день армейской авиации. А еще сегодня день любителей плюшевых животных, международный день анимации, российский день без бумаги и день дикой еды. Что такое дикая еда? Я не знаю, вот кто побежал, тот и дикий. Нет, ну в смысле, это добытая дичь, или ты вот вышел на природу, создал пикник, в диких условиях, вроде бы поел, ты говоришь, дикая еда была сегодня. Ну нет, она вряд ли дикая. Я вот думаю, пока она бежит, вот ты ее поймал, вот она и дикая еда. Она должна как-то сопротивляться в процессе. А гамбургер, он не сопротивляется. Если вдруг вы с утра погнались за какой-то дикой едой и пропустили выпуск нашей программы, не беда, заходите на сайт www.reporter73.tv. Там можно наверстать, посмотреть не только «Утро с репортером», но и все остальные программы нашего телеканала. Ну конечно, звоните по телефону утренней редакции, разговаривайте с нами и, может быть, рассказывайте свои уникальные, интересные истории, а еще можно даже стать героем нашей программы. Телефон 30... 50... 73. А партнер программы, по традиции, салон цветы и штучки. Ну что, сегодня этот день начинали вместе с вами мы... Екатерина Тереченкова. ...и Владимир Гаврилов. До завтра. Пока. Утро с репортером. Это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и модрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Репортаж. Быть на месте, видеть и знать, выяснить и найти, подтвердить или опровергнуть. «Репортер 73» всегда на месте событий, находит правых и виноватых. Каждый вторник на «Репортер 73» и на «ОТР». Информационная программа «Реальность». Ежедневно самая актуальная и оперативная информация о жизни города и региона. Профессионально, доступно и правдиво. «Репортер 73» знает, как делать новости и что ждет зритель от реальности. Смотри на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Будь в курсе!